После двухлетнего перерыва возобновилась традиция презентации новых книг в Венсполской библиотеке. Регулярно новинки появляются во всех филиалах – в Галленцемской Парвенской библиотеке Венсполской высшей школы. Самой посещаемой в этом месяце стала презентация книги Айверса Лэмбергса «Уголовный процесс как месть», прошедшая в Парвенской библиотеке. Книге прианализирован нашумевший уголовный процесс, который начался еще 23 года назад. «Мы довольно долго работали, порядка двух-двух с половиной лет. Юридические тексты сложно согласовывать. Кроме того, менялась идея, меняли решение, в какой последовательности ставить. Это не так-то просто. Был какой-то консультант или Айверс Лэмбергс сам писал. Об этом он ясно сказал. Книга опирается на собранные адвокатом материалы». Эта книга может представлять интерес для юристов и историков, которые следуют начало предпринимательской деятельности в Латвии в первые годы восстановления независимости. «Меня интересует весь этот процесс и книга в том числе. Интересно, как процесс завершится, на чьей стороне правда. Я слежу понемногу. 90-е годы они непростые. Они были пестрыми на всем постсоветском пространстве». Это уже вторая книга Айверса Лэмбергса. Уголовное дело его рассматривается во второй судебной инстанции. «Мы договорились, что презентация книги будет, когда я буду на свободе. Что без меня это не рассказ. Сейчас это сделано. И в этом году появится и, конечно, на русском языке, а, может быть, даже на английском, потому что первая книга есть и на английском языке. И для кого эта книга? Кто ваша аудитория? Это аудитория «Думающий человек». С одной стороны, есть доступен обвинение прокуратуры, есть первая инстанция, что осудила меня за полный маразм, что там написано. И с другой стороны, есть факты в книгах. В 2018 году вышла книга «Воры в туфлях Лэмберга». Книга издана на латышском, русском и английском языках. К первой книге тоже был большой интерес. С первой книгой было иначе. Презентация её была в Риге, потому что работа велась в основном в Риге. Сам автор чаще тогда находился в Риге, чем в Венсполсе, так как в то время шло судопроизводство. Айверс Лэмбергс исполняет обязанности депутата Венсполской городской думы. Но спустя несколько десятилетий он больше не мэр Венсполса. Наконец можно вздохнуть, говорит Лэмбергс. Сейчас мне попроще, да, я не мэр города и могу как бы такой глоток свободы говорить. И как? Нравится чуть-чуть глоток свободы? Нравится, потому что я могу работать не на полную силу. Но это надо себя привести в порядок, это не так быстро, да. Но вообще-то я действительно думаю, что это было бы интересно, мемуары, это был бы рассказ о того, как город всеми, в принципе, ну всеми с точки зрения Рига и Москвы, забытый город, который является просто местом получения денег для траты в других местах, как он, вот, перемены, исторические перемены жизни Латвийской, Латвии, СССР, потом Латвии, независимость. И как вот эти 30 лет независимости Латвии, как они вот превратили город Венсполс из золушки, ну какой-то, с городом, город со своим достоинством. И когда жители гордятся тем, что они живут в Венсполсе. Каждому, кто побывал на презентации, подарили книгу на русском или латышском языке с автографом автора. Получить такой подарок хотели многие, поэтому выстроилась довольно длинная очередь.